В поисках Йенефер, своей дамы любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йенефер находится совсем рядом, в Изиме. Винкар, Вегвар, ССАХН, Ват Герн Геральт. Субтитры создавал DimaTorzok Имгриме Айф Айрд Херзир, Дейтвин Аден, Инкарн Айф Морвуд, Эмгир Вар Эмрейс. Поклон! Император. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. В дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Позже предоставь... Авиан-кар-зайр-с... Хорошо, сады двень... Глорь-айм-арт... Авиан-кар-зайр-с... Спокойно! Простите... Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эревард Второй, князь Ландера. Мало того, что он держит меня здесь, как какого-то спросителя, Так еще и в чьей компании? Гробовщика! Гробовщика! Мастера гильдии гробовщиков! Так какая разница! Я требую... Спокойно! Император работает в тишине! А тех, кто ее нарушает, сурово наказывает! Независимо от происхождения... Весен, Эсва, аэн Новиград? Я... Аннеен... Расследен... Аэннех эстум эссэсэсээр... Аннеенфаэр... Эссэситавзиды, аэппиансы, Аннеенматээнк... Нээнкомфуртайль, Аннеенвпаваль... Эсфраг... Эссэр... Эссэддэ... Эссэвээ аэррэ... Эссэээппасээпп... Эссэдэр... Элэээээ... Катаятвээглээппэээ... Эсссэ..., Эссэ... Эссэ... Эссээмсэээ... Нээнте миродоээтээрэм! Пээссэпліэээ, Субтитры сделал DimaTorzok Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Субтитры сделал DimaTorzok Ведьман. Он же ведьмак Нордингов. Невероятно. Субтитры сделал DimaTorzok И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Ингера? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Ингер говорил, что ее преследует Дикая Охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантии, геомантии и тому подобное. Я знала, что Дикая Охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с Чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает Дикая Охота. Чего Дикая Охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он Дикая Охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутие спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каир Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы, Стрис, замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратра. И Геральт. Я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посол Воратра? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире, о войне, обо всем. Разумеется, у одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгарда? Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Айдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и редание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох. А поскольку Каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Рядании. Так, к весне, вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. А как же Ковер? Ковер ценит свой нейтралитет настолько, чтобы не давать ни войск, ни что гораздо важнее денег ни одной из сторон. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгр Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только в Абанг. Как идем? Мы беседы... А... Родовид? Да. Родовид... Так. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид враг. Но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас, как детей. И не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло. Родовид... Боюсь, ставка слишком... Как сейчас в Велине? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты. А Велин — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в темерской армии. Филипп Стенгера. Более известный под своим ном-де-гер кровавый барон. Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Какие вести из Новиграда? Вольный город все еще вольный? Да. Хотя все знают, что ненадолго. В Оксенфурте сидит Родовид. А императоры здесь, в Визиме. Слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот. А Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть? Как люди справляются со страхом, они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции. Как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно. Но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен? А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Король Бран немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть Великое Солнце освещает твой путь. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да. Он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Пр치у. Продолжение следует... 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 Поехали. 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 Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Не отдам её! Не отдам! Она как хрюкнет, все тут жуслы! Её заберут, а нас поубивают! Так я сам её заколю и под лежаткой припрячу! Только сучьим детям не отдам! Ладно! Оттекай в лес и сиди тихо, пока я не позову, ясно? Да, да! Шевелись ты! Субтитры делал DimaTorzok ААААААА Марат Спокрасно? Он стоит чужел Скажири. Продолжение следует... Подпишись! Напишись! Что, драться расхотелось? Вот же бледная харя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Далее еще, старая. Хватит тебе. Чтобы мне баба водки залила. Я и говорю. А вам чего? Ты Гендрик? Нет. Нечего с ним разговаривать. Потом хлопот не оберешься. Кто сейчас правит на этих землях? Так барон. Он чей-то мерзкий или не львгаарский? Свой собственный. Война идет. У кого силы и люди, тот землю и берет. А что это вы все расспрашиваете? Бывайте. Домой пора. Вот напьюсь, тогда и пойдем. Мы люди простые. Ссоры не ищем. Я еще одного человека. Зовется Гендриком. На коем тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жанки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Кочмарь! Фоки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, Седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит? Ты, сука, глупой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Я человек, который не любит, когда мешают пить водку. Слыхали? Его милость выискался. Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Болу! Ты слыхал то же, что и я? Идите отсюда нахер, а то убью. Хватит с меня! Сорочья садится! Все вместе! Давай! 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 Сейчас! Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет все округу! Никто про чужака-мутанта слово сказать не успеет! Барон цаскаться не станет! Где Гендрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит! Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Гендрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. Не понять, зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...